Друзья, всем привет! Меня зовут Алина Корчкова, и сегодня я хочу рассказать о том, чему меня научил Венский университет, что я поняла вообще, в принципе, за все эти практически 4 года учёбы на переводчика в Венском университете. И советую я туда идти или нет. Я уже записывала подобные видео в течение учёбы, но сейчас я уже через полгода заканчиваю учёбу, и поэтому могу немного подвести такой итог. Моя вся речь будет состоять из 6 пунктов. Я сразу хочу сказать, что я уже, в принципе, на протяжении 3 лет активно веду онлайн-бизнес, и поэтому многие моменты, которые я буду рассказывать вам, сразу расскажу о том, что же у нас всё-таки окупается, что же имеет смысл, что не имеет смысл, что мне нравится, что не нравится, и пошла бы я учиться туда, куда я пошла учиться, если бы у меня сейчас был выбор это сделать или нет. То есть мы поговорим не только с точки зрения учёбы, но также и, конечно же, с точки зрения того, сможете вы после этого зарабатывать, и как я это всё вижу. Ну, во-первых, да, это то, что когда я пошла, я рассказывала свою историю, когда я пошла учиться на переводчика, я, в принципе, знала только то, что мне нравятся языки, больше я ничего не знала, что мне нравится, и поэтому я пошла просто туда, куда мне нравилось, но я не понимала, что потом, скажем так, не было представления, что потом ты будешь работать с переводчиком. Это странно, наверное, но я вижу, что у многих ребят, которые выпускаются из школы, происходит такая ситуация, что да, мне нравится это, но себя ты даже не... Ну, ты думаешь, что это где-то ещё далеко. На самом деле нет, на самом деле 4 года пролетают супербыстро, и потом тебе работать по этой профессии... Я себе и себя не представляла на тот момент переводчиком, наверное, не так в красках. Вот, и, конечно же, там даются в университете структурированные знания, ну, то есть вообще, в принципе, ты изнутри полностью понимаешь, как работает перевод, как вообще всё функционирует, сколько что стоит, как общаться с заказчиками, то есть как работать на фрилансе, как подавать свои резюме и так далее, всё тебе дают, как переводить устно, письменно, синхронно, ну, даже есть вот синхронный перевод небольшой такой. Вся теория перевода, история перевода, история тех стран, с которыми, ну, с языками, в которых ты работаешь, в общем, всё это, конечно, даётся, да. И это важно, и я отдельное видео запишу по предметам, расскажу вам о том, какие у нас были предметы, и вообще интересно было, неинтересно, что понравилось, что не понравилось. Структурированные знания — это хорошо, но есть один минус, который из всего этого вытекает, это то, что, в принципе, в Венском университете готовят для работы в ООН. И эти ценности я поняла во время работы, с текстами, которыми мы работали во время учёбы, ценности мне вообще не подходят совершенно. Эти ценности — это, ну, это ЛГБТ-сообщество, это БЛМ, это, ну, сейчас на данный момент ситуация в мире, да, вся эта, которая происходит. И также это катастрофы вот в мире, глобальное потепление и так далее. И, в принципе, вот с этими четырьмя темами ты работаешь каждый день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Это надоедает. Ты четыре года с этим работаешь, ну, три-четыре, да, кто как долго учится. И уже потом нет сил, потому что каждый день одно и то же. И я общалась, в принципе, со своими так же ребятами, которые учатся тоже на этой же специальности в моей же группе. И они тоже самое говорят, что уже просто сил нет переводить одно и то же. В этом университет не виноват. Они готовят к тому, чтобы ты работал в определённом месте, где есть определённые темы на данный момент времени. И поэтому это их обязанность, скажем так, давать тебе такие тексты. Но с точки зрения человека, который учится, мне бы хотелось переводить что-то более интересное, чем вот эти темы. А, ну и также child-free. Вот тема вот эта, это тоже мне не близко. Вот, и затем следующий момент. И мы так будем варьировать немножко плюсы-минусы, чтобы не было слишком позитивно, слишком негативно. Момент позитивный, который мне понравился, это то, что много языков стало нормой. Потому что у нас нельзя знать меньше трёх языков. Это, ну, у нас, в принципе, учёба идёт на минимум трёх языках. И также раньше можно было четыре выбрать. Насколько я знаю, на мастере можно тоже до сих пор четыре выбрать. И, в принципе, у нас очень много ребят знает больше четырёх, больше пяти языков. И это стало настолько нормой. Стало настолько нормой использовать несколько языков в речи. Стало настолько, окей, когда ты разговариваешь, использовать разные языки, варьировать. Некоторые мейлы я пишу, начиная на испанском, продолжаю на немецком, заканчиваю снова на испанском. Также отвечают учителя. И потом в какой-то момент граница между языками просто абсолютно стирается. Конечно же, когда ты разговариваешь с человеком, ты знаешь, когда, что он не говорит на этом языке. Естественно, ты не будешь включать этот язык в свою речь. Но иногда некоторые слова настойчиво сидят у тебя в голове. Но языки стали нормой. И я могу сказать, да, я из Магнитогорска, небольшой город, достаточно небольшой, но там как-то не... Ну, если ты английский знаешь, ты уже вообще супер-мега-молодец. В Вене же, ну, там, во-первых, более такая интернациональная тусовка, да, все люди знают языки. Ну, это раз. Ну, и, во-вторых, благодаря моей учёбе тоже стало настолько очевидно, что ты должен говорить на разных языках, что ты должен продолжать учить языки. Более того, когда ты находишься в среде, в которой, ну, все знают там один язык, а ты знаешь три языка, все-таки ты думаешь, да, я молодец. А когда ты находишься, допустим, в моём университете, на транскультурных коммуникациях, ты всё время не самый сильный. Это, ну, потому что там есть люди, у которых, допустим, два языка или три языка родных, так вышло, что у них мама с одной стороны и с одной стороны, папа с другой стороны, и жили они вообще в третьей стране. И они все эти три языка взяли, и у них, естественно, это, скажем так, у них с кровью к ним вошёл этот язык, и поэтому... С кровью они вообще, с молоком они впитали, прошу прощения, этот язык, и у них, очевидно, они будут знать лучше, и тебя постоянно с ними сравнивают, и ты постоянно должен быть лучше и лучше и лучше, и на каникулах ты продолжаешь учить языки, и вообще, в принципе, ты всегда должен учить языки, это становится настолько нормой, и это хорошо, потому что... Потому что есть куда расти, и ты всегда видишь, куда тебе расти. Это очень важно быть с людьми, когда ты видишь, куда тебе расти. Но из этого всего идёт ещё один минус. Этот минус заключается в том, что есть очень много студентов, и поэтому у преподавателей очень мало времени, чтобы дать тебе фидбэк. У меня есть преподаватели, которые дают очень детальный фидбэк, и я им благодарна, но, скажем так, от этих преподавателей за все годы услышать что-то хорошее я не услышала. Всегда только вот что-то такое неприятное, но есть и преподаватели, от которых мне прямо очень хочется услышать фидбэк, прямо очень-очень хочется услышать фидбэк, но за те же самые четыре года никому, ни мне, никому, другим людям не высылают фидбэк. То есть ты полгода делаешь домашки, и вообще никуда. Максимум последнюю работу проверят, но и ты особенно, да, мне безумно нравится тема устный перевод, направление, прошу прощения, устный перевод. И хотелось бы получить этот фидбэк, но от некоторых преподавателей ты его просто не получаешь, потому что много студентов, и это очевидно, я бы тоже не смогла проверить сотни и сотни студентов, и это огромная интенсивность, то есть там по 40 минут домашка каждая, вы понимаете, да, что это невозможно проверить все 40 минут. Даже не надеяться. Вот. Следующий момент — это уже моя особенность. Я яркий человек, и я поняла, что если вы яркий человек, идти на переводчика — это не то, потому что мне, безусловно, помогли знания в бизнесе, я об этом поговорю в следующем пункте, но один момент, который я поняла, это то, что когда ты любишь проявляться, когда тебе важно вот, чтобы, ну, тебе важно говорить, важно доносить, важно создавать, то, ну, то есть принцип, да, переводчика, что ты не видишь, тебя не видно, тебя, ну, если ты устный переводчик, да, тебя слышно, но ты ничего не изменяешь, ты ничего не преподносишь своего, и даже если ты с какой-то темой не согласен, да, как я с темами, которые я назвала ранее, не согласна, ты не можешь ничего изменить, ты не можешь сказать, я так, ну, я не согласен, просто ты должен делать свою работу. И в чем заключалась у меня проблема, она у меня в какой-то момент прямо совсем началась, а кризисный момент, если вы в Инстаграме смотрите мои сторис, я этим делилась, что у нас было много страниц, 6, по-моему, вордовских страниц, перевод с листа, то есть у нас есть лист, да, какой-то определенный, и, ну, это вообще не тот лист, это просто какой-то лист, нашла, какой-то у нас есть лист определенный, и ты берешь этот лист, и у тебя написано на иностранном языке, и ты должен перевести вслух, у тебя нет особо времени для подготовки, ты просто берешь лист и переводишь устно. И в чем заключалась трудность, это то, что уже после первого листа я понимала, что у меня был ком в горле, мне хотелось вырвать, потому что эта тема была совершенно... Ну, то есть я думала, у меня было совершенно другое мнение, совершенно оно никак не сходилось с тем мнением, которое было на листе, и когда ты это переводишь, ты должен это произнести, и в этот момент ты понимаешь, что я больше не могу это переводить, меня воротит от того, что я сама произношу эти слова, и есть такой даже синдром переводчика, это когда ты не согласен с тем, что ты переводишь, и многие переводчики уходят из перевода именно по этой причине, и я тоже сговаривала вот именно в этот день, когда я поняла, что я больше не могу это переводить, я позвонила переводчику, он раньше работал в ООН в Нью-Йорке, и он ушёл именно по этой же причине, потому что ты не можешь больше физически переводить то, с чем ты не согласен. Поэтому, да, я поняла, что есть работы, которые потрясающие, но если либо у вас такие ценности, либо для вас неважно, наверное, максимальное проявление, яркость, у меня эта ценность, наверное, всегда была, вот мне вот важно, я за спинами не люблю, вот так, поэтому у меня, наверное, свой бизнес и YouTube-канал и так далее. Следующий момент — это заключительный момент о том, что есть hard skills и soft skills, да, hard skills — это наша база, это наши такие твёрдые знания, да, то есть если я преподаю, то вот у меня это языки, это твёрдые знания, техники преподавания — это мои hard skills, да, soft skills — это коммуникация, это умение продавать себя, это умение коммуницировать, презентовать себя и так далее. И я, кстати, на вебинаре «Космическая женщина в бизнесе», который вот недавно у нас проходил, я подробно обо всём этом рассказывала. Так вот, я поняла, что, ну, сколько бы минусов не было у нас в университете, всё-таки hard skills я получила в университете, потому что, ну, там настолько вбили многие моменты в голову, что теперь ты, ну, уже даже не мыслишь свою жизнь по-другому, ты понимаешь уже, как учатся языки, ты понимаешь уже вот всю структуру, всё, что надо знать, вот, и, конечно же, это уже потом передаёшь, я передаю своим ученикам. И если тема идёт о soft skills, если вы как бы хотите работать с переводчиком, то это тоже даётся, эти soft skills даются в университете, вот, но я так не собираюсь, не думаю им работать, работать с переводчиком. Те soft skills, которые мне нужны, да, то есть это по бизнес-направлению, по продвижению и так далее, я их получаю на каких-то дополнительных бизнес-курсах. Вот такие дела. Дорогие друзья, я думаю, это было полезное видео, я очень на это надеюсь, для меня было важно рассказать о плюсах и о минусах, но самый, конечно же, такой основной важный момент, который хотелось сказать, это то, что если вы поступаете в университет, если вы ещё, ну, только выпускаете все школы, очень-очень будет полезно сесть и подумать о том, кем вы хотите работать. А ещё самое лучшее, на самом деле, это пойти этим человеком и поработать, например, стажёром, да, где-то, где вам не будут платить, тогда вы сэкономите кучу времени, потому что я понимаю, что если бы я могла вернуться, наверное, я бы всё равно, ну, я бы поступила просто на два образования сразу, и там уже по пути решала, потому что языки — это, конечно, безумно ценно, безумно важно, это тогда было моей большой ценностью, это и сейчас является моей ценностью. Просто я понимаю, что я бы хотела ещё что-то выучить за эти четыре года, возможно, не до конца бы я прошла своё переводческое образование, не знаю, но я понимаю сейчас, что мне бы хотелось чему-то ещё научиться за эти четыре года, но время вернуть назад нельзя, вот, и сейчас я наверстываю то, что не успела сделать тогда. В вашем случае, если же вы поступаете в университет, будет потрясающе, если вы найдёте возможность уже поработать какое-то время, пару недель в той сфере, о которой вы думаете, и тогда таким образом у вас не будет возникать никаких сложностей и вопросов. Друзья, я приглашаю вас на вебинар, который у нас проходит постоянно, по ссылочке внизу вы увидите, какие темы сейчас есть, то есть у нас есть вебинары по английскому, по испанскому, вся грамматика английского, вся грамматика испанского. Также в скором времени пройдёт вебинар «Сам себе полиглот», где мы поговорим о том, как выучить самостоятельно язык за шесть месяцев с нуля до уровня B2 и сдать международный экзамен. И я, да, то есть вы просто переходите по ссылочке ниже и увидите, какие вебинары сейчас актуальны, какие вебинары сейчас идут, записывайтесь на них, это бесплатно, и я буду очень рада видеть каждого из вас. Всё, хорошо, благодарю, мы увидимся с вами в следующем видео. Меня зовут Ирина Корчкова, пока-пока!